Всем привет! По одной из версий ученых, остров Пхукет раньше был частью суши, но отделился от материка в результате тектонических двигов и этосферы. Сейчас Пхукет в материковой части Таиланда отделяет пролив Пакпра, который в самом узком месте едва превышает 500 метров. Именно через него лежит наш путь на материк. В начале 20 века Пхукет был труднодоступным местом. Во времена Второй мировой японцы построили дорогу с Пхукета до самой главной базы в Рангоне. Так появилась возможность проехать путь с острова до Бангкока всего за пару дней. Тогда остров с материком соединял маленький автомобильный паром, пока не был построен первый мост Сарасин. Мост Сарасин был введен в эксплуатацию летом 1967 года. Он связал Пхукет с материковой частью страны. Именно с этого года появилось полноценное сухопутное сообщение. Первозданный мост прослужит всего 30 лет из-за низкой пропускной способности. Над морской гладью, параллельно мосту Сарасин, возвели еще одну транспортную магистраль – Тхеп-Крассатфи. А 1 августа 2011 года открыли третью – Сисутон. По ним сейчас осуществляется движение в противоположных направлениях. Сам же мост Сарасин хотели демонтировать, но в итоге оставили, сделав пешеходным, и Олд Сарасин Брайт быстро превратился в популярную туристическую достопримечательность. Правда центральную часть конструкции со временем пришлось поднять, чтобы под мостом могли проходить крупные суда. Преодолев пролив Пакпра, нас встречает провинция Пхангна. Об этом гласит монумент с указателями в какую сторону какая провинция на материке. Первой остановкой будет необычайно важное место. Именно тут рождается и совершает свой первый заплыв морские кожистые черепахи. Эволюция этих животных пошла по отдельному пути, и они сильно отличаются от других черепах. Их панцирь не связан со скелетом, а состоит из маленьких костных пластин, соединенных между собой. Да и вообще их панцирь покрыт плотной кожей, что уже существенно отличает их от других черепах. Ко всем прочим деталям, это еще и самый крупный и единственный современный вид кожистых черепах. Департамент морских и прибрежных ресурсов ежегодно выделяет специалистов и средства на защиту и поддержание рождаемости этого вида. И неудивительно, ведь охранный статус этих необычных черепах относится к уязвимым видам, под угрозу вымирания. Первые черепашата в этом сезоне уже вылупились на побережье Нандаманского моря, хотя черепашата родились точно в срок, почти ровно через два месяца после обнаружения кладки Хок Клоя 17 ноября, но не без помощи человека. 13 января песок над кладкой начал проседать, но черепашата все не показывались. Тогда специалисты осторожно раскопали кладку и обнаружили скопище корней, которые мешали малышам. После того, как препятствия были убраны, 64 первых детенышей, окружающие черепахи, той же ночью отправились в свое первое плавание. Один обнаружен был мертвым, а еще 37 зародышей так и не развились. Четырех детенышей оставили под наблюдением специалистов, поскольку они были слишком слабыми. И это только одна из историй, как специалисты департамента помогли и выбраться из песка и добраться до Антаманского моря детенышам, вылупившимся из яиц на пляже провинции Пхангна. Прямо сейчас на их базе в инкубаторе находится одно яйцо и несколько детенышей, а рождение следующих малышей ожидается в течение ближайших двух недель. В среднем в одной кладке около 100 яиц, но все рекордные по численности кладки специалисты фотографируют и заносят специальную базу. Важно отметить, что все яйца размещены в безопасном месте и находятся под круглосуточным видеонаблюдением, а также трепетным контролем ученых. То, что делают эти ребята, достойно уважения, а мы едем дальше. Сейчас мы плавно переносимся в следующее утро. За 9 кадров я встал в 4 утра и отправился в путь. Подъем на смотровую площадку был в полной темноте, поэтому снять его не удалось, но спуск покажу дальше. Провинция Пхэнгна славится своим одноименным заливом с более чем сотней небольших островов и национальным парком с аватароподобными скалами. Чуть не доезжая до смотровой, возле бутик-отеля Самет Нангше, вы найдете подъем к еще одной смотровой. На этой локации множество декораций, заполонившие соцсети за последние несколько лет. Спускаясь вниз, я заглянул на будущую нижнюю смотровую площадку. Она будет более доступна из-за своего более низкого расположения. Вид тут не менее красивый, а крупная техника добавляет свой антураж. С этой смотровой открываются потрясающие виды на карстовые скалы, залив в ханна. А благодаря расположению вдали от цивилизации и городского цвета, отсюда по ночам виден даже Млечный Путь, поговаривая, что Джеймс Кэмерон вдохновлялся тут на создании фильма «Аватар». И действительно думаю, такое возможно, ведь мир наполнен красками. Темнота уступает от места ярко-оранжевым тонам и сменяется на нежный розовый. Что тут сказать, надо видеть это своими глазами. Ни одна камера не передаст изображение настолько же четко. Что касается подъема и спуска на смотровую площадку, то дорога занимает чуть меньше 30 минут. Расстояние небольшое, примерно 700 метров. Но подниматься местами в Авате тяжело, из-за сильного наклона. Для посетителей, не готовых пройти этот путь пешком, курсирует пара пикапов. После завораживающих видов, сверху горы мне захотелось подъехать поближе к заливу и пролететь над ним на дроне. Спускаясь к нему, я проезжал речушки с мангаровыми зарослями. Небольшие поселения, в некоторых из них дома стояли на металлических сваях. И по территории было понятно, что в разные периоды участки подтапливают. Что говорить о котах? Коты сами за себя все говорят. Животных любят во всем Таиланде. Несмотря на то, что многие из них живут на улице, местные всегда подкармливают и заботятся о них. Отправной точкой для полета стала небольшая пристань – Банхинрум. Отсюда по заливу курсируют туристические и рыбацкие лодки, а также отправляются экскурсии к острову Джеймса Бонда, а также по более крупным островам и пещерам залива. Субтитры создавал DimaTorzok Последней точкой нашего путешествия, будет уединенный пляж в национальном заповеднике с многокилометровой песчаной косой. Но двигаясь к ней, я просто не смог не сделать остановку у новой достопримечательности в Хубха-Саванн-Ватэфул. Подкрепившись с разрешением администрации бананами, переходим к самой причине нашей остановки. Это самый легко доступный водопад из всех, где я успел побывать. На байке или автомобиле можно доехать почти до самого водопада. Остается пройти всего около 100 метров, через сплантацию палим, и мы уже на месте. Сейчас тут прокладывают пешеходную зону, вплотную к водопаду, так что скоро это место станет более туристическим. А пока на подъезде к нему мне встретились только рабочие. Продолжение следует... Отдохнув после раннего подъема, снова в путь. Национальный заповедник Хао-Найяк место труднодоступное и поэтому малолюдное. Чаще всего сюда привозят людей на лодках или на внедорожниках через мангры. Но въезд к ней был сокрыт. Поэтому изначально я заехал в Хао-Лампих от Хаймуанг Нэшнл Парк. И доехал на байке до исторической достопримечательности Рамаим Озэ Тим Драгадин. Дальше вдоль пляжа чаш пешей прогулки. И наконец-то Хао-Найяк встречает меня с своим золотым пляжем. Голден бич находится на 31 месте из 97 пляжей провинции Пхангна. Это уединенное место с живописными видами среди гор. Здесь кристально-бирюзовая вода и чистый мелкий золотой песок. А преодолев горную гряду, можно оказаться на миниатюрном пляже для двоих. Идеальное место для романтического ланча. Здесь абсолютно нет никакой инфраструктуры. Аренда лодок, масок или магазинчиков. Из удобств оборудован только туалет. Зато тут можно встретить множество песчаных крабиков с выпущенными наверх глазами. Строящих свои мегаполисы вдоль береговой линии. Небольших крабов-отшельников, прятающихся в своих пустых раковинах. А если повезет, то поплавать в стае рыб во время снорклинга. Наше путешествие подходит к концу. Не забывайте подписаться, чтобы не пропустить следующее путешествие. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»